В первую очередь, Александр Григорьевич, поблагодарить Беларусь и вас лично за приглашение встретиться сегодня на белорусской земле и реализовать те договоренности, которые мы с вами достигли во время нашей встречи на моей инаугурации. Я вам признателен за это. Нурсултану Абишевичу за предложение продолжить этот формат встречи. Это очень важно, чтобы это была не разовая встреча, а целая цепочка, которая позволит нам развить выполнение достигнутых, я оптимистично смотрю сегодня на потенциальные итоги нашей встречи, достигнутых сегодня договоренностей. Баронессе Эштон, глубоко уважаемым комиссарам Оттингеру и Дегухту за то, что они откликнулись на нашу инициативу присоединиться к нам. Ваше участие в сегодняшней встрече очень важно. Безусловно, важными является присутствие на этой встрече нашей многосторонней встрече руководства Российской Федерации. Сегодня в Минске, безусловно, решается судьба мира и судьба Европы. Именно так я оцениваю потенциал нашей встречи. Мы должны вместе найти единственное правильное решение, от которого зависит ни много ни мало – мир на континенте. Полагаю, в этом кругу было бы неправильно начинать с каких бы то ни было взаимных обвинений или односторонних требований. Напротив, я хотел бы, чтобы в результате сегодняшней встречи мы приблизились к общему пониманию нескольких важнейших вещей. Прежде всего, это уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, в том числе Украины. Уверен, что никто из присутствующих здесь не ставит под сомнение независимость Украины, равно как и право ее народа самостоятельно определять свое настоящее и будущее. Мы никому не навязываем и не хотим, чтобы кто-то навязывал нам формулу внутреннего устройства или интеграционного направления развития. Украинский народ сделал свой выбор в пользу унитарного, демократического, европейского государства. Украина является ответственным членом международного сообщества и законно требует уважения к своему суверенитету, территориальной целостности, нерушимости границ в соответствии с общепринятыми нормами международного права. Уважаемые коллеги, я твердо уверен, что никто не желает войны, смертей граждан Украины и граждан собственных государств. Смотрите, до чего мы дошли. Террористы сбивают самолеты с ни в чем не повинными гражданами всего мира. Убивают почетного консула Литвы. Провокаторы организовывают шествие военнопленных по Донецку. И это просто недопустимо в 21 веке. Цель моего нынешнего визита в Минск – сделать все возможное, чтобы прекратить кровопролитие. И дать возможность начать сложный процесс поиска политического компромисса. Уверен, что когда на Донбасс придет мир, граждане Украины всех национальностей, как и прежде, должны и будут жить в согласии, общаться на удобном для них языке и иметь своих полномочных, полноправных, легитимных представителей во всех центральных и местных органах власти. Так было всегда, и так будет в дальнейшем. Интересы Донбасса, я это гарантирую, должны и будут учтены. Вчера в строгом соответствии с Конституцией Украины я принял решение о проведении 26 октября досрочных парламентских выборов в Украине. Это решительный шаг в направлении широкого национального диалога, децентрализации власти, реализации мирного пути развития. Напомню, что еще 19 июня я выступил с мирным планом, который представлял четкую, понятную и всеобъемлющую дорожную карту для выхода из кризиса. Я благодарен большинству здесь сидящих за то, что мирный план президента был решительно поддержан, так же, как и большинством государств, членов Организации Объединенных Наций. Я убежден, что этот план и на сегодня является актуальным, единственным возможным инструментом прекращения кровопролития и обеспечения постконфликтной реконструкции Донбасса. В связи с этим я призываю всех участников сегодняшней встречи просмотреть и по возможности принять этот план в качестве основы для урегулирования ситуации на Донбассе. Я благодарен Нурсултану Бешевичу за предложение создать фонд восстановления Донбасса. Я считаю, это очень своевременная инициатива и считаю, что это будет важным, если мы обеспечим общее в нем участие. Первостепенным уровнем, условием стабилизации на востоке Украины является установление эффективного контроля за российско-украинской границей как ключевым элементом суверенитета и независимости страны. Необходимо сделать все, чтобы остановить поставки техника и вооружений боевикам, потому что по нашему глубокому убеждению эффективный контроль границы возможен только при условии привлечения АБСЕ. В частности, беспрепятственного допуска специальной мониторинговой миссии и наблюдательной миссии АБСЕ для мониторинга и верификации ситуации. Наш призыв – безотлагательно освободить всех пленных и заложников, в том числе и тех граждан Украины, которые находятся за пределами Украины. Эти шаги откроют путь к мирному урегулированию и начало восстановления Донбасса. Уже сегодня мы рассматриваем варианты постконфликтного развития региона, и международное сообщество решительно заявляет о готовности помочь Украине в соответствующих усилиях. Наши иностранные партнеры, еще раз подчеркиваю, готовы делать конкретные предложения в ходе международной донорской конференции по Украине, которая запланирована на осень этого года. Я приглашаю всех участников принять участие по возможности в этой конференции. Все это станет возможным, если будут предприняты решительные и действенные шаги по деэскалации ситуации на Донбассе. Мировое сообщество уже проходило этапы конфронтации, сдерживания и изоляции, и имело множество возможностей убедиться в том, что это путь в никуда. Будущее за уважением норм международного права, добросовестным исполнением взятых на себя обязательств и развитием взаимовыгодного сотрудничества. Понимаю, что все вовлеченные в ситуацию игроки хотели бы выйти из нее достойно и готов обсуждать различные варианты, которые обеспечат такую стратегию выхода. Выхода в мирное будущее для Украины, выхода в мирное будущее для Европы. Уважаемые коллеги, считаю нашим общим достижением проведение сегодняшнего заседания в таком уникальном формате, когда наряду с странами евразийской тройки присутствуют наши партнеры из Европейского Союза. В этом контексте хотел бы затронуть и тему сближения Украины и ЕС, и его влияние на наши традиционные торгово-экономические отношения с соседями. Подписание Украиной и ЕС соглашения об ассоциации является не только базисом для развития долгосрочных углубленных отношений. Прежде всего, это не только экономическая ситуация. Это механизм реформирования страны, основа для системных реформ, направленных на внедрение европейских ценностей, укрепление демократических институтов, развитие современной модернизированной экономики, серьезное улучшение стандартов жизни граждан. Последовательная реализация данного соглашения никоим образом не может повредить нашим традиционным партнерам, государствам, участникам Таможенного Союза, равно как и другим всем нашим партнерам. Предусмотренный соглашением с ЕС торговый режим не угрожает ничьим интересам. Более того, я убежден, что он совместим с свободной торговлей с членами Таможенного Союза. Подобные примеры у нас имеются в достаточном количестве. И пример Сербии, и пример Черногории, и других государств. Исходя из особенностей диверсификации нашего экспорта, Украина заинтересована в действии обоих режимов и не собирается своими действиями ставить какой бы то ни было из них под угрозу. Нам хорошо известно, что Европейский Союз остается самым крупным торговым партнером и для Российской Федерации. Мы знаем, что и Беларусь, и Казахстан заинтересованы в сохранении режима свободной торговли в рамках СНГ, так и в развитии всестороннего сотрудничества с Европейским Союзом. И это было сегодня подтверждено во время моих двухсторонних консультаций, как и с Александром Григорьевичем Лукашенко, так и с Натултаном Бешевичем Назарбаевым. Я абсолютно убежден, что более продуктивным было бы отойти от искусственных противоречий, от подсчета возможных гипотетических потерь и сосредоточиться на механизмах взаимодействия, которые бы усиливали заложенный в интеграционных процессах потенциал. Мы сегодня можем перейти к механизму для решения вопросов техрегулирования взаимного признания сертификатов. Так работает весь мир. Взаимного признания заключений лабораторий для решения фитосанитарных проблем. Сегодня мы можем договориться о создании мониторинговой группы, которая будет мониторить реальный, а не гипотетический возможный ущерб. И после того, как этот ущерб будет зафиксирован, поговорить о механизмах компенсации или защиты. Как в случаях возможного демпинга, если товар будет вытесняться. Для этого существуют согласованные как в ВТО, так и в режиме зоны свободной торговли с СНГ, механизмы антидемпинговые, которые компенсируют ущерб. Все вопросы можно решить и будут решены путем переговоров. Иными словами, мы можем и должны стремиться к ситуации взаимного торгового выигрыша. Потому что уже сегодня, даже без применения каких бы то ни было мер, наш торговый оборот с Томоженным союзом упал на 30%, что является невыгодным просто как для Украины, так и для наших партнеров из Томоженного союза. И ни в коем случае нельзя допустить сегодня дальнейших ухудшений условий торговли. Я абсолютно убежден, что на сегодняшний день адаптация правовой базы СНГ к новым условиям, в том числе путем заключения новых секторальных соглашений, например, с целью предотвращения появления нетарифных барьеров в торговле, является нашим ключевым приоритетом. И убежден, что для этого имеются все необходимые предпосылки. Торговый режим в рамках СНГ, договоренности о создании зоны свободной торговли с ЕС, торговый режим в рамках единого экономического пространства, основаны на нормах Всемирной торговой ассоциации, членами которой сегодня являются Украина, Российская Федерация. И я убежден, что в самом ближайшем будущем нам присоединится Казахстан. Европейский союз, все члены которого также являются членами ВТО. И в договоре о зоне свободной торговли СНГ закреплена возможность применения в соответствии с практикой ВТО защитных мер в случае наличия реального, а не гипотетического вреда или угрозы. Между Россией и ЕС существует опыт успешного сотрудничества в области аппроксимации технических стандартов в рамках соответствующего соглашения 2013 года. Нам не надо изобретать велосипед. Исходя из этого, для реализации конструктивного сценария развития торгово-экономического сотрудничества в регионе необходимо всего лишь добросовестно выполнять все вышеперечисленные нормы. А для предотвращения появления взаимных нетарифных барьеров в торговле вследствие имплементации Украины соглашения об ассоциации с ЕС либо в контексте создания Европейского экономического союза необходимо основать постоянно действующий консультационный механизм с целью взаимной адаптации позиций. И этот процесс, кстати, может дополняться с соответствующими двухсторонними консультационными механизмами, к которым Украина открыта. Мы также готовы и далее продолжать начатые в июле при участии присутствующего здесь господина Дегухта и присутствующего здесь господина Улюкаева. Трехсторонний экономический диалог Украина-ЕС-Россия. Мы считаем, что в этом диалоге есть большой потенциал. Учитывая факт заключения аналогичных соглашений об ассоциации между ЕС, Молдовой и Грузией, считаю возможным распространить механизм, формат такого консультативного механизма также и на эти страны с безусловным участием Беларуси и Казахстана. Таким образом, мы готовы к урегулированию любых проблемных вопросов во взаимной торговле. При этом считаем, что этот процесс происходил исключительно в прагматической плоскости ни в коем случае не стал элементом политического давления. Недавний позитивный пример решительного преодоления возникших временных барьеров в торговле между Украиной и Беларусью лишь подтверждает мою уверенность в том, что это возможно. Наша быстрая созвонка между президентами и соответствующие поручения сразу же нормализовали создавшуюся ситуацию. Думаю, что это очень позитивный пример. Хотел бы при случае поблагодарить вас, уважаемый Александр Григорьевич, за это. Убежден, что начатый сегодня в Минске новый формат экономического диалога между нашими странами принесет взаимовыгодные и позитивные результаты во всех сферах нашего взаимодействия и сотрудничества. Благодарю за внимание.